Александр, привет! Здравствуйте! А ты где сейчас? В Калининграде. Как давно ты туда уехал и откуда? Ну, я уехал два года назад из города Северодвинск, с Архангельской области. Захотелось чего-то нового, раз Северодвинск достаточно город заводской, серый, грязный, и мы решили выбрать такой город, который будет и почище, и по климату поприятнее. И попался нам в глаза Калининград. И мы купили билеты, скорее всего, и уже улетели непосредственно в сам Калининград. А как вот вы выбирали? Почему выбрали именно этот город? Потому что достаточно много городов было, и хотелось бы такой город, где как бы и с работой будет поболее-менее, и по климату хорошо, ну, и ближе к границе, скорее всего. Вот это еще одна причина, по которой мы сюда приехали. Ты, получается, чем занимался в своем родном городе? Ну, в своем городе я занимался, я на подлодке строил, то есть на судостроении по своей профессии. Я трубопроводчик судовой. И в Калининград я приехал и, в принципе, устроился по своей же профессии. А можешь сказать, вот ты уезжал, какая у тебя была зарплата там на месте, и ты приехал, какая в Калининграде? Там я уезжал, у меня зарплата была около 70-80 тысяч, тут у меня, ну, чуть-чуть поменьше, тут у меня где-то около 40-50. А сложно было найти вообще работу? Работу было найти несложно, поскольку завод в Калининграде достаточно большое количество, и если по всем походить, где-нибудь тебя возьмут. И вообще на авито работы много. На авито. А ты вот по времени сколько искал? Неделю, там, месяц? По времени я искал, наверное, ну, неделю где-то так. Самое важное, наверное, при переезде в Калининград, это снять жилье, как минимум, ну, на два месяца. Этого достаточно, чтобы и устроиться в Калининграде, и продолжать. То есть какие-то вложения, это, наверное, чтобы переехать в Калининград, надо хотя бы 60 тысяч иметь на руках. Желательно. Это самый минимум, да? Ну, я думаю, это даже очень хорошо просто. Это вот, чтобы тебя ничего не беспокоило, а ближайшие два месяца желательно иметь такую сумму. Ну, или хотя бы, там, не знаю, тысяч сорок, чтобы снять здесь квартиру, купить какую-то еду на время, и месяц у тебя есть, чтобы устроиться на работу и оплатить следующий месяц. А у тебя какая была сумма, не помнишь? У меня было все гораздо еще даже хуже. У меня, по приезду в Калининград у меня оставалось, у нас оставалось около пяти тысяч. Я заплатил за квартиру и там продукты, плюс переезд. И у нас оставалось по приезду, вот когда мы уже сняли квартиру, уже в ней жили, у нас оставалось всего лишь пять тысяч. Как вы себя чувствовали? Не было тревоги, что не хватит денег? Ну, тревоги как таковой не было, потому что мы знали, что устроимся на работу и будем дальше спокойно жить. В принципе, так оно и было. А сейчас у тебя как ситуация? Ты также живешь в этой квартире с девушкой? Нет, я уже живу в этот второй год, поэтому снимал достаточно много квартир. Я переезжал от одной к другой по разным причинам, по разным обстоятельствам. Ну, как-то сейчас снимаю, вот сейчас снимаю и живу как бы в недовольствии, все хорошо, как бы проблем нет. Сейчас за сколько снимаешь? Сейчас я за это время, за эти два года нашел друзей и сейчас мы с друзьями снимаем трехкомнатную квартиру и вместе, грубо говоря, скидываемся. У нас это выходит, сколько у нас выходит? Ну, семь тысяч с комнаты и плюсом коммуналка делится. Ну, и плюсом ЖКХ делится на всех, кто здесь живет. И, ну, около девяти тысяч, наверное, месяц уходит на жилье. А ты не задумывался там купить квартиру в ипотеку или как-то еще? Ипотеку в квартире? Ну, я человек, который на одном месте не сидит, поэтому я пока не задумывался о покупке квартиры. Я сейчас в Калининграде, через год я могу быть в другом городе. А, понял. То есть я ищу идеальный вариант для себя, для жизни в город, в котором мне будет действительно комфортно жить. В котором я захочу остаться. Хорошо. Расскажи тогда, пожалуйста, про сам Калининград и по сравнению с Северодвинском тоже. Как можешь описать вообще город? Что в нем хорошего? Что не нравится? В этом городе от Северодвинска чем отличается? Тут люди умнее. Это раз. Они тут добрее. И тут люди могут самовыражаться, я так скажу. Поскольку, ну, наверное, тоже из-за того, что он приближен к Европе, тут люди и творческие, и умеют самовыражаться. Все абсолютно разные. По поводу Калининграда. Калининград достаточно очень красивый город. Тут, на самом деле, в любое время года красота, она как вокруг тебя. То есть от той же самой рыбной деревни. Вот тут не только центр красивый, есть на что в центре посмотреть. Можно поездить и по области посмотреть достаточно много. Тут и поля, и архитектура. Это действительно, вот, если город какой-то, как турист приезжать сюда, оно того точно стоит. И желательно это делать летом. Потому что лето в Калининграде одно действительно прекрасно. И тут и климат, и очень тепло, около, наверное, летом до 30 градусов тепла. И может держаться очень долго. Поэтому Калининград достаточно красивый город. Да. А ты сказал, что люди там немножко более раскованные, да? И творческие, да? Ну да. Не знаю даже, почему тут, допустим, в Северодвинске у нас мало встретили даже на улице музыкантов. А тут можно идти вечером по городу. Достаточно там вечер, особенно вечер. Тут, поскольку ночи они темные. То есть город весь под фонарями летом. И можно идти встретить уличных музыкантов. Тут нет проблем, куда сходить отдохнуть. Тут очень много мест, где можно провести время. По поводу людей, Калининград это очень смешанный город. Тут очень много... Тут приезжают со всего, грубо говоря, со всей России люди приезжают сюда. Кто-то с Ростова, кто-то с Питера, кто еще откуда. И люди тут абсолютно разные. То есть ты никогда не знаешь, что на пути попадется. И контингенты тоже достаточно разные. То есть тут очень смешанный вообще... По поводу людей тут очень смешанный город. Потому что здесь абсолютно с любым можно поговорить. Все достаточно относятся к лояльным. То есть и поскажут. Тут добрые достаточно люди. Но они все разные. То есть ты найдешь, с кем здесь тебе пообщаться. И это в любом случае. То есть при переезде знакомых найти будет достаточно несложно. Потому что себе по увлечениям людей тут тоже искать не так и сложно. Есть достаточно много даже групп. Если деньги у тебя, финансы небольшие. Опять возвращаясь к финансам. Есть достаточно много групп, где... Как отдам даром Калининград. Где также можно написать, что тебе необходимо. Вот даже на моих первых... Когда мы только переехали сюда, у нас в первой квартире не было стиральной машины. Мы написали в группу от Дадим Даром. Может у вас есть у кого-нибудь стиральная машина. Мы готовы забрать. И нам там девушка написала через какое-то время. Сказала, вот можете прийти. У нас лежит рабочая стиральная машина. Забирайте ее сами. И в принципе так и сделали. Тут как бы проблем вот с таким. То, что город достаточно... Он дорогой, да. Вот соглашусь. Город по сравнению с продуктами. Он дороже. По сравнению там с алкоголем тоже он гораздо дороже. Но при этом тут и жить можно тем, что... Тут тебе могут кто-нибудь помочь. То есть там помогут, там помогут. Проблем с этим не будет. Вот. Понятно. А ты говоришь алкоголь, дорогой, почему? Скорее всего из-за того, что... Большая... Все заводы алкогольные находятся... Где в Питере, да. Где там у них поставка будет не через границы. И не надо ни пошлину платить, ничего. Оно там скорее всего дешевле. Из-за того, что тут граница. И как бы сюда завоз достаточно проблематичен. Так же как и вывоз. Тут алкоголь дороже, да. И с некоторыми продуктами тут то же самое. То есть где-нибудь в Питере можешь купить одно и то же подешевле. Тут это будет дороже. И это все из-за границы. Слушай, ты вот выбирался много раз за это время из Калининграда. И как это вообще происходит? То есть там же общей границы нет с остальной Россией. Ну, да. Ну, из Калининграда я выбирался обратно. Летел на родину один раз. Проблем особо не было. Ну, в принципе, я не знаю. Улететь отсюда тоже проблем не думаю. Были бы желания и как бы деньги на билет. Проблем не будет. А на пользу? В России. И на поезде, да. На поезде тоже можно. Там, когда покупаешь себе билет на поезд, тебе отдается однодневная виза, по которой ты спокойно едешь там в тот же Питер на поезде. И я не думаю, что на поезде ехать целеобразнее, потому что тот же билет на самолет примерно будет стоить точно так же. То есть, допустим, на поезде в Питер это будет там две тысячи. На самолете будет то же самое, ну, три-четыре тысячи. Не очень дорого, но примерно сэкономит и время, и деньги как бы. Понятно. Можешь рассказать про климат Калининграда? Какая зима, какое лето вообще? Что тебе нравится в этом плане? В Калининграде зима, это нет снега. Снег бывает редко в Калининграде. Вот, допустим, в этом году у нас снега не было зимой. Допустим, зато в том году где-то две недели. Ну, то есть, поза в том году стоял снег две недели. Тут даже если нет снега при этом, и вроде на улице нормально, при этом из-за большой влажности, вот, здесь минус 10, да, будет ощущаться, как там где-нибудь в Северодвинске минус 25, минус 30. И опять же из-за влажности. Калининград чем? Тут очень много полей, озер тут. Вот, сел на автобус, поехал, и можно выйти летом у озера, там расстелиться и покупаться. Вода теплая. Тут температура, вот, летом, тут достаточно жарко, на самом деле. Вот, отличается, допустим, в том же Северодвинске у нас лето там две недели, все остальное время весна, осень, зима. А тут же в Калининграде чуть-чуть наоборот. Тут лето может длиться и 4 месяца, и 5 месяцев. То есть, снега тут нету, и, ну, действительно, климат, он такой, но часто меняется погода. То есть, в июле, может, вот, допустим, в том году был такой случай, поехали мы на шашлыки, 30 градусов жары, с тебя течет пот. Ты, вот, просто очень жарко. Прошло буквально минут 5, как мы туда приехали, разложились все уже, и пошел резко ветер, потом пошел просто град и снег, и буквально за 5 минут. И за 5 минут может, опять же, эта погода исправится. То есть, если ты переезжаешь в Калининград, ты можешь даже не заглядывать в геометцентр, что там по погоде, потому что ты не угадаешь, какая тут погода. Может быть одно, потом через 5 минут может быть другое. То есть, тут очень непредсказуемая погода. Можешь рассказать, как вот сказывается положение, да, вот, европейское Калининградо? Ну, еще какие-то есть особенности, моменты, ну, что вокруг Европы? Да, на самом деле Россия, она везде Россия. Ничего такого прямо нету, чтобы прямо говорила, что прям как это Европа. Нет, Россия, она везде Россия. Даже в Калининграде ты все равно будешь понимать, что ты находишься, как ни крути, в России. То есть, Калининград ничем не отличается, да, допустим, от того же Питера сильно, потому что, ну, люди, они русские, русские, они везде русские. В общем, примерно такое же ощущение, как и в других городах, по сути, да? Ну, да. Вот только вот единственное, что вот климат здесь, ну, действительно благоприятный. Воздух свежий, вот, особенно воздух. Вот, говорят, все вот, кто попадает в Калининград, всем сразу же говорят, идите на Курскую косу. Почему? Потому что это, опять же, море, и там воздух настолько свежий, что некоторые говорят, голова кружится, чуть ли не в обморок падает от того, насколько здесь воздух свежий. Александр, давай немножко поговорим о том, что тебе не нравится, что тебе раздражает, что тебе кажется неправильным в этом городе. Ну, на этот вопрос я вообще легко отвечу. Кстати-ка, важный момент при переезде в Калининград. С чем будут проблемы? Чтобы устроиться на работу, очень часто требуется медкнижка или что-то подобное, там, комиссию сдавать. Нельзя забывать справочку, вот, от психиатра. Вот, если ты в родном городе, и ты планируешь переезд в Калининград, лучше позаботиться о том, чтобы сходить в психобольницу у себя, там, в городе, как она правильно называется, и взять справку, то, что ты не состоял на учете в психдиспансере. Потому что у меня проблема такая была, мы приехали, мы даже не знали об этой справке. И вот нам говорят, вот, вам нужна справка, попросите либо родителей ее отправить, либо еще кому-нибудь, либо заказывайте и ждите там какое-то время. И это время, опять же, это не работать. То есть надо обязательно позаботиться о том, чтобы у тебя все справки были на руках с твоего города. Потому что потом, может быть, очень проблематично их ждать, восстанавливать и так далее, и тому подобное. Но это, наверное, какие-то господоприятия требуют такие справки. Да, и в общепит даже, в общепит, куда угодно. Усправишься, тебе нужна медкнижка. Ты проходишь комиссию. Комиссию ты не пройдешь психиатра, если у тебя не будет справки о том, что ты ранее не состоял на один спецсере в родном городе. Я понял. Давай еще к тому, что тебе не нравится. Что не нравится? Не нравится мне здесь отношения структур, так же, как и полиции, и наплевательское отношение в поликлиниках. Не знаю, наверное, в большинстве так, в России. Но здесь это прям ярко выражено. То есть лучше ни в полицию не ходить, и не ходить, вот, серьезно, лучше не болеть, потому что отношения, особенно в поликлинике, тут такое себе. Ходить лучше к платным врачам, чем ежели к бесплатным. Ты, получается, сталкивался с этим? Ну, да, сталкивался. Был случай, когда я вечером пошел за сигаретами, и до меня докопались полиции, и, в общем, поставили мне условия. Либо ты едешь сейчас с нами на пять суток, садишься в обезьянник, как по-другому называть, или же ты сейчас подписываешь бумагу о том, что ты распивал в общественном месте, и мы тебя отпускаем. Но выбора не осталось, в общем. Написал справочку, и 500 рублей штрафа пришло. Я не распивал. То есть это вымогательство, да, было такое? Ну, да. Можно и так сказать. Но они просто делали отчет на себя. А, да, им надо. Лучше лишний раз, в общем, полицию здесь обходить, и не только полицию к врачам тоже лучше не попадать. Потому что очень много жалоб на то, что отношение врачей в Калининграде к людям, оно очень, как это правильно сказать-то? Не европейское. Наплевательское, да. Наплевательское. Потому что тут очень много случаев было того, что врачи просто из-за своей же лояльности допускали гибель людей. Ага, понятно. Это основное, да, то, что тебе так вот... Да, это вот основное, да. Это вот то, что очень неприятно достаточно в Калининграде. Да, это отношение госструктуры и так далее к людям. То есть... А может быть... Вообще расскажи, у тебя было тяжело за это время? То есть морально тяжело? Может, хотелось вернуться в какие-то моменты? Ну, да, иногда бывало такое, то, что я такой думаю, иду по Калининграду, допустим, это было либо осенью, и город настолько серый, такой сидишь и думаешь, блин, как я остался у этого. Вот, еще, кстати-ка, опять же, меняю тему, переходя. Чем Калининград еще отличается от всех городов России? Калининград очень круглый. Действительно, он как круг считается. Тебе кажется, что ты идешь правильно, но на самом деле ты уже выходишь в совсем другом месте. Тут заблудиться достаточно легко. То есть без навигатора в Калининграде очень сложно достаточно. То есть я два года живу в Калининграде, и я до сих пор пользуюсь навигатором. Ага, то есть получается там улицы не так вот, как обычно, да? Да, они не так расположены. То есть везде улицы, они как коробки натыканы, да? И вот идет прямая улица Калининграда, он круглый. Ты, то есть, выходишь в центр, и тебе надо там, допустим, вправо, ты можешь уйти вправо и выйти где-нибудь слева. А, понятно, по кругу, да? Да, 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 вот, совершенно верно. Александр, что бы ты посоветовал людям, которые хотят переехать в Калининград? Что бы я хотел посоветовать, скорее всего, это, чтобы у них было предостаточно финансов, что-то это, и пусть будут осторожнее при съеме квартиры, потому что бывает такое, что тут обманывают квартирами, то есть ты снимаешь квартиру, и через какое-то время приходит настоящий хозяин и говорит тебе, опа, это моя квартира, я вам не сдавал, идите отсюда. То есть мошенничество, тут достаточно актуально такое, как мошенничество, поэтому надо быть аккуратным. Проверять документы на собственность, да, наверное? Да, проверять документы на собственность – это обязательно. При устройстве на работу лучше искать работу самому, а не через какие-то организации, поскольку, опять же, ты можешь заплатить деньги за устройство на работу. Они говорят под предлогом, вот, нам нужна тысяча рублей для оформления бумаг. Ты платишь это тысячу рублей, а потом оказывается, что ты под это… Они тебя просто информируют, дают номера, по которым ты должен сам звонить и устраиваться на работу. Они тебе помогают найти работу. И как бы заранее это не обсуждается, это происходит мошенническим путем. То есть мошенничество в Калининграде достаточно развито, поэтому надо быть внимательней. Лишний раз лучше проверить все, чем потом пожалеть и обмануться. Александр, спасибо тебе большое. Ну, на самом деле, мне очень интересно было с тобой разговаривать. Спасибо большое. Да, спасибо всем, кто нас смотрел. И вообще, ребят, пишите свои вопросы по Калининграду. Очень интересно, очень интересный город. Я с удовольствием бы когда-нибудь там побывал тоже. Нет, Калининград это тот город, в который однозначно стоит приехать. В нем стоит просто побывать. Потому что тут атмосфера... Приезжайте лучше летом, вот серьезно. В самый разгар лета приезжайте сюда. Вы не пожалеете ни в коем случае о том, что побывали в Калининграде. Потому что тут много архитектуры красивой. Тут есть всегда на что посмотреть, есть с кем пообщаться и как красиво провести время. То есть, либо ты хочешь, если ты приезжаешь сюда с целью потусить, ты найдешь себе как потусить. Если ты приезжаешь с целью провести спокойное время, ты можешь выйти в той же рыбной деревне, взять, почитать книгу. И на самом деле, прекрасный город. Тут очень... О нем можно рассказывать часами. И всего не рассказать. Тут это надо просто самому увидеть. Спасибо тебе. Спасибо еще раз, Александр. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Всем пока. Александр, пока. До свидания.